В обозримом будущем, я надеюсь, в очень скором, Армения будет иметь, значит, продолжать иметь, конечно, соседство с севера, с Грузией, с юга-востока с Ираном, конечно, с юга с Ираком, с юга-запада Курдистаном, Курдистаном, не Турцией уже, мы должны выйти из всех мертворожденных, так сказать, путинских союзов, таможенного, ОДКБ, СНГ, Евразес, вот все эти мертворожденные организации, знаете, азербайджанцы, они много чего могут говорить, азербайджанцы говорят, что Низами их поэт, что Фердоуси их поэт, ну ладно, не надо смешить Кур, не надо смешить Кур, ничего у них нет, ничего нет, ни стабильности, ни внутренней, ни внешней, у них ничего нет, они привязаны к Эрдогану на коротком поводке, а сегодня-завтра Эрдоган тоже получит свое. Эрдоган не исключает создание турецкой военной базы в Азербайджане. Да ради бога, пусть создает все, что хочет, пусть создает все, что хочет, хоть десяток баз, как только мы станем членами НАТО, уже нас ничего не будет страшить. НАТО прям таки открыло двери для нас. Пошире раскройте ваши уши и запомните, европейцы, и не только они, они прекрасно знают, кто такие мы, армяне, они знают, не только то, что мы первые христиане в истории человечества, они знают, что мы находились у источников их же европейской цивилизации, вместе с Древним Римом и Грецией. Они прекрасно знают, что у нас вот наше культурное нравственное возрождение произошло почти на три века раньше, чем их знаменитый ренессанс. Вот в отличие от нас, в отличие от нас, они это прекрасно знают. И поэтому не то, чтобы, как я уже говорил в начале нашей беседы, не то, что мы будем себя втаскивать туда, а они к нам придут. Они к нам придут. Поживем, увидим. С распортертыми объятиями. Вот посмотрите. Поживем, увидим. В Иране избирают президента, от которого зависит также будущее армяно-иранских отношений. Вы так думаете? Вы знаете, я неоднократно бывал в Иране, встречался с очень высокопоставленными политическими деятелями и с народом тоже сталкивался. Я должен сказать следующее. Вы знаете, генетически мы с иранцами двоюродные братья. Так это, если метафорически выражаться. Они очень высоко ценят армянский фактор. Очень высоко. В Иране до сих пор существует закон, что показания армянина в суде принимаются как истины в последней инстанции. Вы понимаете, какая степень уважения к нам? То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Субтитры создавал DimaTorzok